Приветствую всех на моем канале, я решил сделать небольшой обзор игры с Аптериан. Я поиграл в неё некоторое время. Эта игра является выживастиком, с видом сверху, довольно-таки паршивой графикой, темнотой и любопытным геймплеем. Продолжим. Вы находитесь на марсианской колонии, которая закупана глубоко в землю. Или не очень глубоко, я толком не понял. Вот и темнота. Вы заключённый, очнувшийся в тюрьме, когда все вдруг исчезли. Выбираетесь из своей камеры и отправляетесь себе выдавать комплекс. Находите по пути горы мусора, трупов и к данному моменту всего лишь одного монстра. Здесь есть показатели жажды, воды, жажды воды, еды, сна. Думаю, как они удовлетворяются, объяснять не нужно. Есть тут оружие, есть энергоблоки, сумки различные, крафт, до которого я ещё не добрался. Потому что, судя по всему, крафтить тут нужно в определённых местах. И я ещё ни одного не встретил. Мы попробуем сейчас найти место для крафта и врагов, чтобы показать геймплей. Пока что всё, что я видел в этой игре, это очень долгие и интенсивные брожения по темноте. Очень долгие, серьёзные. Так, где мы были? Сейчас нам идти, судя по всему, туда, куда я иду. Да. Проверим это. Так, а здесь я уже... А, да, отлично. Сюда мне и нужно было. Так, передвигаемся на метро, куда бы то ни было. Так, из тюрьмы нам один только путь, да. А как? Честно говоря, я не могу понять, куда мне отсюда. Так, хорошо. Вот. Нажимаем. Бывается карта. Глобальная инфекция 10%. Подождите, что? Да ладно, быть не может. Нам сюда. А почему не в одно из этих мест? Ну, хорошо, наверное. Игре лучше знать. Я надеюсь, у нашего персонажа хватит ума отдохнуть в метро. А зачем здесь нормальный ход времени? Для тех, кому нечем заняться в ближайший месяц своей жизни? Мда. Так вот, в принципе, то, что я пока видел в этой игре, мне нравится. Геймплей довольно-таки интересный для выживастика. Ну, вокруг хоть и темно, но фонарик есть. По-моему, он бесконечный. Батарейка от него не разряжается. Единственное, что у меня уже начинает напрягать количество мусора, который я с собой таскаю. Всякие планшеты, вентили, диоды. Несколько видов оружия, сумки, которые мне сейчас толком и не нужны. Это странно. Так как, вроде как, в данной ситуации должны быть проблемы с ресурсами, а у меня уже место в рюкзаке кончается. Сейчас попробуем найти, как я уже сказал, какого-нибудь монстра для разнообразия. По-моему, мне места под это уже не хватит. Так точно, не хватит. Посмотрим, что можно выкинуть. Была у них вторая дубинка. Хорошо, места хватило. Много заблокированных дверей. Да, у меня вообще нет такого баллона, насколько я знаю. Есть еще, кстати, сканер, про который я совсем забыл, так как давненько последний раз заходил в эту игру. Да, я выхожу из меню всяких ящиков, два раза нажав Escape, потому как тянуться к крестику неудобно, откровенно говоря. Блин, это начинает уже странно смотреться, сколько я отыграл, а ничего еще интересного не было. Всего одного врага, который умер от одного удара, я встретил за все время. Несколько устройств взлома, отлично. Это может помочь. Да, это уже начинает потихоньку из обзора превращаться в прохождение. Ну, я, наверное, не буду это проходить, откровенно говоря, мне не особо хочется. Но все-таки... Я постараюсь еще несколько минут поискать врагов. Понятно. Понятно. Понятно, значит, это будет наша основная база. Любопытно, любопытно. То есть у нас будет база, а будет возможность и развивать. Интересно. Давайте постараемся найти тогда какие-нибудь места для крафта. И, блин, очень хочется найти что-нибудь, что может включить электричество в этой дыре. А вот труп есть. Странно, тут, кстати, фонарик, заметили? Он себя ведет как-то дурацкий, что ли. Так, кухня, трубы. Так, это хорошо. Кислород был. А здесь энергия? Да, здесь энергия. Понятно. В общем, скорее всего, все эти ключ-карты нужно будет искать по мере прохождения на разных локациях. Вполне логично и даже, наверное, интересно в какой-то степени. Но все-таки, все-таки, хотелось бы хоть что-то открыть. Еще здесь мы не были только разве что. А, вот, кстати, и место для крафта и ремонта. Наконец-то мы его нашли. Хоть не зря я вас тут задерживал довольно долго. Кстати, обыгреватель. Блин. Продолжение следует... Хорошо. Так, а крафта здесь нет, видимо. Хм. Что я вообще не понимаю толком, что здесь происходит. В общем, по первым ощущениям игра любопытная и будет интересной. Но я еще толком не разобрался в геймплее, как не старался его вообще хотя бы найти. И все, что я видел, это брожение по темным коридорам. Ну, в плюсы уже довольно-таки интересный момент с наличием собственной пазы, относительно безопасной, во всяком случае, на данный момент. Возможности открыть разные комнаты там. Судя по генераторной еще и свет можно будет включить, а уж в этой игре я буду этому очень рад. Хоть где-то его можно будет даже если включить, если в одной комнате будет только. Думаю, всем стоит поиграть в эту игру. Ну, кому интересно, конечно, подобная тематика. Не советую играть в эту игру тем, кому нравятся в основном шутеры от первого лица. Или экономические стратегии. Тут такого нет. В принципе, те, кому нравится Rust, Starbound, ну, в принципе, другие выживастики. Выживастик, оно и есть выживастик. Кому это нравится, тот с удовольствием, думаю, поиграет. Визуальная часть мне понравилась. Геймплей пока что отторжения не вызывает. Хотя, легкое надоедание от того, что вроде как уже прилично времени прошло, а врагов все нет. Интересных ситуаций все нет. Однокровенно говоря, сложности нет. Хотя я выбрал не самую высокую сложности. Возможно, там действительно уже на начальных этапах будет интересно выживать, там заботиться о питье и еде. Но я этого еще не знаю. В общем, всем до свидания. Удачи вам. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии, что бы вы хотели увидеть. Понравилось ли вам и что мне стоит делать дальше. Потому что я уже снимаю всякую фигню, мне кажется.